Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы вязать не будем. По вашей просьбе и по просьбе моих друзей и товарищей, я хочу рассказать об одной снастке, или снасти, оснастке, как правильно вы уже сами для себя выберете, которая актуальна не только зимой. В основном она приспособлена для, у меня была для спиннинга, но учитывая то, что в передверии зимы я прошел по некоторым своим магазинам у друзей и понял, что у многих рыбаков возникает масса вопросов, которые, ответы лежат просто на поверхности, не хотят их находить. Вот, допустим, вот такую нимфочку, которая огружена, или же вот как у меня лежит ручейничек, его еще можно на леску и как-то опустить. А когда я начинаю рассказывать, что возьмите, прищепите дробинку, или же бусинку, или сделайте наборку, приходится все это рассказывать. Вот я подумал и решил, может вам это пригодится, если нет, пожалуйста, можете не смотреть. Принцип основан на чем? Необходимо нам с вами изготовить определенный груз, который будет скользить у нас по леске. Существуют вот такие наборы для вязания, допустим, мушек, продаются и отдельно всевозможные вот такие шарики, бусинки. Они бывают и латунные, и медные, и вольфрамовые. То есть абсолютно-абсолютно разные, проблем нет. Но учитывая то, что я имею токарный, и на основании этого я для себя изготавливаю разные, допустим, по величине бусинки, которые мне необходимы для моей работы, для разных стримеров, или же, допустим, еще для какой-то оснастки. То есть практически я сам себя обеспечиваю всем необходимым для меня материалом. Но учитывая то, что вы приобрели бусинку, можно сделать оснастку как? Брать одну, две, три, пять, шесть бусинок и их спокойно нанизывать на вот так леску. Но учитывая то, что глубины у нас разные, удочки разные, кивки разные, наживка разная, рыбалки все абсолютно разные. Поэтому я для рыбалок разных, сперва это изготавливал для спиннинга, и это очень актуально, я так понял, и для зимы. Этой зимой уже практически еще не наступившей, но уже в отвес практически все было проверено. С лодки, с дамбы, с плотины или же с моста. Как вы видите, конструкции у них, у моих пуль, абсолютно у всех разные. Принцип основан на чем? Точится латунная или же изготавливается из меди, лучше, конечно, из латуни. Обыкновенная вот такая пуля. Одевается на леску, после чего берется наш шарик один или два. Это вы уже решите сами. И в процессе рыбалки у нас наша пуля поднимается вверх, и все время почти при наших кивках стучит по нашему латунному шарику. Это было опробовано и весной, и летом, и осенью. на судака. Довольно-таки актуально работает, привлекает хищную рыбу. Это напоминает, как говорится, им этот звук, как будто бы где-то рыбка начинает рыть дной и стучат камешки. Судак очень хорошо отзывается на вот такие конструкции. Форма может быть абсолютно разная. Вот, допустим, у меня имеются и вот такие большие. Имеются и несколько другой формы. Вот, чечевичной. Все зависит практически от тех условий рыбалки, в которых вы рыбачите. Поэтому, для того, чтобы собрать для рыбалки себе снасть, достаточно здесь, как вы поняли, сделать хороший узелок. Желательно поставить здесь силиконовый шарик, или же кембрик, для того, чтобы наша конструкция служила как можно дольше. Буквально на расстоянии 10 сантиметров нам необходимо сделать 10-15 сантиметров. Выберите из условий своей рыбалки. Нам необходимо установить уже отводной поводок для первых наших мушек. или же личинок, или мормышек. То есть, все зависит от того, на каком водоеме и что вы ловите. В идеале, вот наша конструкция должна выглядеть вот так. Один или два шарика внизу, пуля, и один шарик вверху. То есть, как вы поняли, при всех кивках, которые есть, за счет инерции тела, у нас движется наша пуля вверх, и дополнительно еще все идут вот эти вот звуки. Попробуйте. В спиннинге это уже проверено. Практически вот всеми вот такими приманочками у меня, друзья, ловят. Попробуйте в зимней рыбалке. Может вам пригодит. И в завершение я хотел бы еще один раз вам сказать, что помимо, если у вас по каким-либо причинам нет возможности выточить, вот у меня здесь имеются разные остатки всевозможных наших вертушек, которые мне попадают в ремонт и которые я переделываю. Точно так же можно использовать все сердечники, которые имеются в этих катушках. Ну, теперь вроде бы все. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...